Всем привет! И я хочу сегодня показать, как просто составлять импровизацию. Вот давайте, например, возьмем переход, ну, просто с одной минуты на другую. Ну и начинаем. Еще один вариант, это вариант импровизации на две ноты. Видите, я все время спускаюсь от си к ля и наоборот. При этом я использую вокруг ноты не более, чем на кварпул. Можно и больше, и на квинту, и на сексту, и так далее, но просто это будет сложнее для того, чтобы понять сам принцип. Мы учимся составлять вокруг какой-то последовательности. Если я беру трезвучие, то, заметьте, я далеко от него не ухожу. Мы можем взять весь диапазон инструмента. Но к этому мы переходим постепенно. То есть в импровизации самая главная постепенность и тренировка. И начинаем с двух нот. Это уже более сложные варианты наступают. Но на самом деле все они становятся возможными. И первое задание, которое я даю, это сочинить маленький речеркар. То есть упражнения на импровизацию. Закрепление всех этих форм, которые мы проходим. Например, вокруг трех нот. Ля. И звуча ля-ду-ду. Закрепление всех этих форм, которые мы проходим. И постепенно ваши импровизационные возможности растут, 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 растут. И вы начинаете уже сочинять свои собственные катенции. Посмотрите, как видоизменилась импровизация в 18 веке. Давайте возьмем просто приют баха из третьей партиты. Обратите внимание, с чего она состоит. Просто ход. И бах его декорирует. И дальше еще интереснее. Все еще ми. Опять. Опять ми. 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 Вообще вокруг ми. Это было на секунду. Теперь терция. Кварта. Секция. И опять ми. Только здесь модуляция. Обратите внимание, сколько времени бах развивает ми-мажор. И надо сказать, что бах вообще был в курсе этих учебников конкуризации. И, скорее всего, он занимался по учебнику Габриэля, который был очень популярен в то время в Германии. А может быть и по Басана, потому что Басана вообще был внедрен еще Шупцем, да, в Германию был привезен и, в принципе, адаптирован там. И весь Бибер, Шмельцер, они построены, конечно же, по трактату Басана. И если мы видим довольно мало нот, да, в этих произведениях, у Шмельцера, например, мы видим, что иногда он дает волю сочинить импровизацию внутри своего произведения. У Бибера мы этой свободы не видим, он выписал все, да, и у Баха этой свободы практически нет, потому что мы знаем, что он не любил, когда в его произведениях кто-то что-то сочинял. Но все равно его можно найти, да. В любом случае мы будем разбирать эти вопросы, вот, кому интересно, приходите, с удовольствием поделюсь с вами.